Надеюсь все догадываются о каком блюде сегодня пойдет речь. Конечно это вареники с вишней. Привет друзья! Безусловно для этих вареников нужна хорошо вызревшая вишня, а еще тесто для вареников, сахар и большая кастрюля, в которой они будут вариться. И пока мы не приступили, предлагаю всем своим зрителям, кто еще не успел подписаться на мой канал. Сделать это сейчас и чтобы не пропустить новые рецепты, жмите на колокольчик и разрешите вашим устройствам оповещать вас о новых роликах. Можем даже авансом поставить палец вверх. Вишня у меня уже на столе, осталось приготовить тесто. Мои постоянные зрители знают, что тесто мне обычно месит моя хлебопечка. В ее чашку отправляю 450 г муки, 2 яйца, в 160 мл воды растворяю половину чайной ложки соли и этот раствор тоже добавляю к муке. Тесто будет меситься 20 минут, его с таким же успехом можно замесить и вручную. Пока идет замес теста, можно помыть и высушить вишню. Косточки из вишни я не достаю, чтобы не потерять часть сока. Тесто после замеса сразу готово к использованию. Надо сделать из него колбаски и нарезать на небольшие кусочки, из которых потом раскатываются скалкой лепешки примерно по 10 см в диаметре. Складываю лепешку с одного конца в конвертик и кладу в него несколько вишен. Сыплю половину чайной ложки сахара и скрепляю оставшуюся часть вареника до конца. Стараюсь при этом, чтобы сахар не попал на края лепешки, иначе вареник не склеится, а если и склеится, то может развалиться при варке. Да, кстати, как только начинается процесс заготовки сырых вареников, нужно уже постоять кастрюлю с водой на плиту. Сырые вареники сразу по готовности нужно отправлять в кипяток, чтобы тесто не расползалось. В этот момент лучше работать уже с помощником. Кто-то должен лепить вареники, а кто-то их варить. Варятся они 7-8 минут. За это время вишня отдает внутри вареника свой сок, в котором и растворится сахар. Тут нужно внимательно следить, потому что появление сока заметно и снаружи вареника, он становится слегка розовым. В этот момент вареники нужно достать в широкую тарелку, укладывая обязательно одним слоем, потому что их сразу же горячими нужно посыпать сверху сахаром. Теперь их можно подавать сразу к столу, а можно и подождать, чтобы они немного остыли. Это и есть весь процесс приготовления вареников, которым я сегодня с вами поделился. Замораживайте вишню впрок, чтобы можно было иногда себя побаловать такими варениками даже зимой. Приятного всем аппетита! Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты, пишите комментарии, делитесь ссылкой на рецепт со своими друзьями в социальных сетях и мессенджерах. Пока-пока!